Всем привет! Говорит Алекс. Это видео у меня из поезда, из тамбура. Почему я выбрал тамбура? Потому что тамбур это прежде всего откровение, свободные мысли. То, что порой даже в свободном обществе сказать или страшно, или некрасиво, или неприятно. И на этот раз речь пойдет о взаимоотношениях блогерах, о блогерах, о нас с вами. О тех людях, которые не только инвестируют в интернете, но еще и показывают свои инвестиции публично всему внешнему миру. Вот. Вчера произошел инцидент, который поставил, грубо говоря, все на уши кверху дну карени. Все началось с того, что одна группа блогеров наехала на другую группу блогеров только лишь из-за того, что одна группа блогеров вкладывает свои деньги в проекты, а другая группа блогеров продает пространство своих блогов админам проектов. И считает это нормальным явлением. Вот. Давайте разберем вот этих два момента. Во-первых, кто такие блогеры на самом деле? Кто такие блогеры? Как вы думаете? Лично я считаю, скажу за себя и за свое окружение, лично я считаю, что блогеры это именно те люди, которые инвестировали свои средства и не стесняются об этом рассказать своему и внешнему окружению читателям своего блога. Вот. То бишь, блогеры это прежде всего инвесторы. Инвестируя в те или иные проекты, инвестор составляет свой портфель и расписывает его на каком-то сайте, так называемом блоге. И ведет те или иные новости по продвижению своего личного депозита, по активному участию в проекте, отчитывается по этому депозиту, как будто бы он работает на аудиторию своего блога. Вот. И тем самым показывает плюсы или минусы, достоинства и недостатки работы с этим проектом. Вот. Казалось бы, все логично и понятно, но откуда взялись рекламные продажные блогеры? Да, действительно, есть такое направление, которое называется у нас листинг. А листинг – это когда блогер продает админу проектов пространства на своем блоге под обзор, под баннеры, под рекламу, под активное участие в проекте за деньги админа, то бишь админ платит блогеру депозит и в карман сверху еще какую-то сумму и, собственно, показывает свое как бы активное участие. С одной стороны, конечно же, это хорошо, но... Но, но... Опять же, из определения блогера в том, что блогер, прежде всего, показывает свои инвестиции, и посетители этого блога, он смотрит прежде всего, что блогер участвует в этом проекте, участвует в этом проекте. И думает, что это он сам сюда вложился, сам выбрал этот проект. А на самом-то деле не он выбрал проект, а админ выбрал блогера, чтобы блогер участвовал в этом проекте. Получается некий, некий обман с одной стороны. Вот, уже получается так называемая псевдо-подстава понятия. Это на самом деле неправильно. И что мы получаем со стороны? Так называемый некоторый псевдо-лож со стороны блогера, который продал информацию о проекте, в котором он, собственно, даже не собирался участвовать, я его выбрал админ. А с другой стороны, админ получает рекламу и приток, так называемых, финансовых средств через этого блогера. А третья сторона, инвестор, думает, что этот блогер действительно вложился на свои деньги и поддерживает активное продвижение этого проекта. Вот, соответственно, потом, когда все открывается, когда все открывается, у людей становится такое впечатление, что все блогеры так или иначе становятся продажными, продают пространство на своих блогах админом. Вообще абсолютно все блогеры считаются продажными. И уже на тех блогеров, которые вкладывают свои средства, смотрят уже с улыбкой, с косвенным, так называемым, с косвенным, ну так, недоверием, что ли, пренебрежением, уже неуважением, что, соответственно, кидает вообще тень на плетение вообще всего блогерского инвестиционного движения. Вот. Далее. Откуда вообще взялись листинги? На самом деле я долго думал над этим вопросом и пришел к выводу такому, что листинги взялись, прежде всего, от банального, банального, простого такого явления, как взятка. То бишь админ создал проект и никак не может аргументировать своему окружению, чтобы эти люди стали рассматривать его проект на своих блогах. Как проще с него поступить? Да просто дать взятку этим блогерам, чтобы они разместили обзоры об этом проекте. Все, элементарно. А умный админ как сделают? А умный, правильный админ, он сделает так, что эти блогеры сами заходить будут на свои деньги, обозревают этот проект и работают с этим проектом. И этот проект, благодаря именно опытным действиям этого админа, будет, естественно, работать дольше. Чисто технически, чисто на рассуждение на пальцах. А тот проект, который дал взятку, тупо купив рекламу у блогеров, этот проект, соответственно, у него шансов прожить меньше, так как у админа мозгов не хватило на грамотную аргументацию блогеров войти в его проект. Вот, поэтому, ребята, я хочу еще раз поднять этот вопрос о своих вкладах, о листингах. Вот лично я отказался от листингов еще в июле прошлого года. Мне такие проекты не нужны. Также я отказался от фастов, потому что фасты, они выгодны только на хитране, на первом круге, и все, забежал и выбежал. Админ, конечно, прекрасно это знает, этим тоже спекулирует. Сканя буквально на входе проекта. Вот. Об этом, конечно, можно говорить очень долго и долго, и долго, и долго. Возможно, я буду повторяться, но, тем не менее, как бы, зачем начат. Передаю привет моему соратнику и коллеге Диме Хатову, который также поддерживает, прежде всего, честность работы с проектами, не брать взятки. Также Ричи, Киря, тоже тебе большой привет. Вот, собственно, надеюсь, как бы, зашевелит мысли в головах у людей. Это видео из тамбура, из поезда. Там уже ночь, Уральские горы. Вот. Я в тамбуре, поезда. Все нормально? Все окей.